Всем привет! NHL.com.ru в ежедневном обзоре рассказывает о том, как российские хоккеисты проявили себя в матчах игрового дня. Русская тройка Сент-Луиса продолжает вести команду за собой. В матче против Далласа три гола блюз из четырех забили россияне. Владимир Тарасенко 33-й раз в карьере отличился не менее двух раз за матч, забив третий в сезоне победный гол, а также во второй раз отличившись в большинстве. Тарасенко оставил в прошлом 10-матчевую безголевую серию, в последних шести встречах отличившись четыре раза и добавив к этому пять передач. С 28 очками Владимир является лучшим бомбардиром блюз, на один балл опережая Павла Бучневича, который сегодня ассистировал обоим голам Тарасенко, но сам забить не смог, хотя во втором периоде получил шанс на исполнение штрафного броска после нарушения Александра Радулова. А вот Иван Барбашов своим шансом воспользовался и в конце встречи, приняв подарок Джейми Бена, поразил пустые ворота. В последних 11 матчах Барбашов оставался без очков всего два раза. Лучший сезон в его карьере продолжается. Вашингтон справился с Виннипегом, несмотря на отсутствие попавших в ковид-список Евгения Кузнецова и Николаса Бэкстрима. Александр Овечкин нанес 8 бросков в створ, но цели достиг только последний в пустые ворота. Капитан Кэпиталс продлил результативную серию до 7 матчей и с 47 очками делит первое место в споре бомбардиров этого сезона с Конором Макдэвидом. Александр Георгиев провел свой сотый матч в старте в НХЛ, став всего 15-м вратарем в истории Рейнджерс таким достижением. Но порадовать себя ему не удалось, хотя играл он достойно. Нью-Йоркцы дома уступили Вегасу в первом матче тренера Жерара Голлана против своей бывшей команды. Рейнджерс не смог помочь травмированный Артемий Панарин, а в серии буллитов единственную попытку реализовал нападающий Golden Knights Джонатан Маршуссо. Также в пятницу Нэшвилл выиграл в седьмой раз подряд, а Аризона при помощи передачи Ильи Любушкина прервала серию из шести поражений. На этом на сегодня все. Еще больше подробностей матчей читайте в текстовых обзорах на nhl.com.ru. Меня зовут Сергей Демидов. Увидимся!